Всем привет! Я Оксана и вы на канале Воронина Лайф. Я сегодня с вами решила поделиться своим бюджетным уходом. Вот у меня есть вот такая вот шкатулочка, коробочка. Я собрала туда все, чем я пользуюсь. Ну, точнее, я пользуюсь много чем. Но вот это средства, которые я покупала, покупаю и буду покупать. Почему бюджетным уходом? Потому что он реально бюджетный. Причем, у меня, знаете, фишечка такая в голове, чтобы это было не дороже 100 рублей. Не знаю, когда-то давно, еще лет, наверное, 10-15 назад, когда цены были не особо дорогие, да, я покупала, ну, вот в основном, примерно такие продукты. Потом я выросла, скажем так, устроилась на работу, стала себе позволять гораздо больше. И в итоге сейчас, сидя в декрете, я уже в декрете сижу 3,5 года, пришла к выводу, что нет смысла переплачивать за бренд. 30-40, порой 50 процентов. Я не вижу в этом никакого смысла. Кстати, вот на заднем фоне стоит ритуалевский пакет. У меня там пустые баночки. Ну, там и уход, и бытовая какая-то что-то есть. Еще надо подсобрать. Хотела сначала снять это видео, но решила, что сниму бюджетный уход. Так как я сейчас сижу 3,5 года в декрете, я не могу особо себе позволить какие-то дорогие продукты, да. Точнее, даже, наверное, могу. Ну, не наверное, а в принципе, мы же на что-то живем, но не вижу в этом никакого смысла. Если раньше могла бы купить спокойно крем для лица, там, рублей за 500, а то и за 2000, то сейчас я не вижу в этом необходимости. Почему? Потому что я, когда вообще не было никакой возможности, я искала бюджетный уход. Я его нашла и вижу, что он работает ровно так же, ничем не хуже, чем какая-то брендовая там продукция, да. У меня не бьюти-канал, поэтому уж извините, я говорю так, как могу говорить, да, как могу рассказать. Так вот, что я хочу сказать, что случается всякое. Было и такое, что я купила себе дорогой крем, я им пользовалась, и он у меня вдруг заканчивается. И что делать? Допустим, денег еще нет, к примеру, да, зарплату я еще не получила. А я уже начинаю нервничать, что делать? Или не покупать крем какое-то время, обходиться без него, копить на него, да, или же купить что-то попроще. Спокойно купите это. И вот я нашла определенное количество продуктов, которые у меня постоянно. На случай того, что если что-то закончится, я спокойно могу воспользоваться тем, что есть. А в итоге я пользуюсь этим постоянно. Меня это все устраивает и не вижу смысла переплачивать. И вообще, я придерживаюсь такого мнения, что если небольшой бюджет и жалко как-то покупать какие-то дорогие продукты, лучше делать хоть что-то, чем ничего не делать. Потому что кожу в любом случае нужно поддерживать в нормальном состоянии. С возрастом, к сожалению, она не становится моложе. Поэтому увлажнять, питать, ну и как-то маломальски за ней ухаживать. Давайте я вам сейчас буду показывать, что у меня здесь собралось. Здесь все с головы до ног. То есть, есть какие-то универсальные средства, которые можно использовать и на лицо, и на руки, и на ноги. Ну, то есть, сейчас я все покажу и все расскажу. Крем-гель для умывания. Черный жемчуг. Он стоит чуть подороже, чем 100 рублей. Ну, я его покупаю всегда со скидкой, по акции. И он выходит, ну, в районе, наверное, 90 рублей. У меня кожа сухая и нормальная. То есть, зимой она реально сухая, а летом она нормальная. Состав я не буду говорить, не буду никак комментировать, потому что я умылась, все, проблем нет. И практически не сушит кожу. То есть, если вот когда зимой очень сильно обезвожена кожа, ну, у меня такое редко бывает. Я стараюсь все-таки ее питать. Бывает эффект немножко стянутости, но практически не сушит. В общем, кто не пробовал, ну, рекомендую. В принципе, я вот эти все продукты рекомендую попробовать. Они недорогие. То есть, если даже не подойдут, можно спокойно взять и выбросить. Вот такая вот маска для лица. Она с манго. Это тканевая маска. Я ее использую два раза. Она тоже недорогая. Она стоит, наверное, е рублей 50. Я не помню. Я уже на цену не смотрю, потому что я знаю, что она бюджетная. И когда у меня есть необходимость в этом, ну, то есть, она у меня практически всегда есть. Не могу сказать точную цену, но, опять же, если есть скидка какая-то, рекомендую ее приобрести. Она тканевая, очень сильно увлажненная. Почему я ее использую два раза? Я ее наношу на очищенную кожу. Ну, я не знаю, как получается. Бывает полчаса я сижу здесь, наверное, заявлено 15-20 минут. Не знаю. В общем, она настолько питает, увлажняет, и кожа становится мягко-упругая. Ну, прям конфетка. Как персик. Как манго. Слушайте, а это, кстати, она персиковая. Я вру. У меня просто была... А, она персиковая. Я вас обманула. В общем, извините. Но она реально... И я не наношу практически никакой крем после нее. И не смываю ее. То есть, вот, она у меня была на лице. Я ее сняла, убрала в пакетик, в холодильник. И позже нанесу снова, там, через несколько дней, да. В общем, я такую маску использую два раза, потому что там остается продукт, сама жидкость внизу. И она реально, ну, реально классная. То есть, попробуйте. Следующая маска манго. Вот я буквально вчера ее купила. Мне она тоже нравится. Это если как бы считать из бюджетных. Я много масок покупала, пробовала. Я вообще люблю, в принципе, маски. Хорошая маска. Тоже советую попробовать. Их здесь две. Они не тканевые. Они просто наносятся на лицо. Покупаю реже, чем вот эту персиковую маску. Но в любом случае я ее покупаю. Поэтому, как бы, тоже советую обратить внимание, кто еще не видел. Мои любимые патчи. Вот эти патчи сейчас подорожали. Они стоят 100 с копейками. Стоили 80. В магнит-косметике сейчас подорожали. Но я их буду использовать все равно. Они меня очень сильно выручают. Особенно тогда, когда я ложусь очень поздно. Стою. Прямо синяки такие. И глаза пухшие. Особенно, когда на ночь воды напьешься. Там селедки наешься. Ну, вот, грубо говоря, да. В общем, я их очень рекомендую. Здесь 15... На 15 дней их хватает. Здесь 15 пар. В общем, патчи классные. Лежат у меня, хранятся в холодильнике. Соответственно, я достала, положила под глаза. И все. Хожу минут, я не знаю, 15-20. Я хожу, я не засекаю время, но они крутые. Реально крутые. Стоят недорого. И, в принципе, наверное, не на каждый день они не нужны. У меня тут был вообще как-то момент, что я их каждый день использовала. Вообще, замечательно выручают. Вот такие вот патчи. Знаете, вот не хотела показывать лосьон на лице, который я использую, потому что я их постоянно меняю. Свой прям какой-то такой хороший я не нашла. И давно использую вот такой чистой линии. Вот у меня осталось здесь совсем чуть-чуть. Причем вот с шиповником я ни разу не пробовала. Взяла попробовать. Тоже хорошая скидка была на него. Не знаю. Я к лосьону еще никакому не пришла. Так что прям влюбиться в него недорогой. Ну, обычно лосьон. Главное, что он тонизирует. Не сушит кожу, тонизирует. Я к нему привыкла. Но мне он не нравится. Ну, так чтобы вот прямо рекомендовать, нет. Вот, кстати, вы мне, может быть, что-то порекомендуете для сухой и нормальной кожи. Какой-нибудь лосьон из бюджетной серии. Буду что-то искать другое. Также у меня обстоят дела с шампунем. Шампунь. Использую разный. Есть у меня вот в пустых баночках несколько видов. Но они у меня вызвали привыкание. Спустя, наверное, 2-3 упаковки. Причем упаковки именно, не бутылки. Вот, я про них расскажу. У меня волосы тонкие, редкие и склонные к жирности. Голову мне, по идее, нужно мыть раз, 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 каждый день. Ну, голову я мою через день. Особенно, когда начинается зима, там шапка или капюшон, волосы быстро пачкаются. То есть, кроме, наверное, понтин прави, который аквалайт, что ли, я пока для себя нормального такого легкого шампуня, который нормально очищает волосы, да, кожу, я еще пока не нашла. Поэтому я рекомендовать ничего не могу. Есть, вот я говорю, парочка, которые, ну, они мне вызвали привыкание. Поэтому тоже не буду ничего говорить. Но, вот, все, наверное, знают вот такой вот бальзам. Пользуюсь я бальзамами периодически. Периодически, не всегда. Потому что иногда просто некогда, помыл голову и все. И вот как раз те шампуни, про которые я говорю, там бальзам можно не использовать. А вот этот бальзам, он реально хороший. Он увлажняет и питает волосы. Единственное, его нужно хорошо смывать. Стоит он порядка 60 рублей. А если еще и по акции, то еще дешевле. Все его знают, правильно? Я когда-то его начала, наверное, в 14 лет первый раз или в 13. Я вот прямо сейчас помню. Мы ездили в Гомель к моей двоюродной сестре. У нее попробовала. Это белорусская серия, да? Реви-вор. А я плюсонду, наверное, пробовала. А, может, Реви-вор. Они из одной серии, банки только разные. В общем, полулитровая банка. Классная банка была. В общем, мне так понравился. Я все время забывала про него. И вот уже сейчас, сидя в декрете, я все-таки вернулась к нему. Нанесла, подержала, смыла. Главное, хорошо смыть, чтобы не утяжелял он волосы. Замечательный бальзам за свои деньги. Прям делает свою работу. Волосы мягкие, хорошо расчесываются. Шелковистые, блестящие. Вообще ничего плохого не могу сказать. То есть, вот. Главное, его хорошо смывать. Девочки, вот такой вот дезодорант. Почему вообще показываю дезодорант? Потому что у меня, в принципе, проблема с потоотделением. У меня оно повышенное. Но! Сейчас кто-то скажет, из-за лишнего веса или что-то. Нет, всегда было повышенное потоотделение. У меня не вонючий пот. Но в сочетании с дезодорантом получается какой-то кислый запах. Ну, вот говорю, как есть, правильно? Я долго искала, какой дезодорант выбрать. Сухие вот эти спреи, да? Антипроспиранты они называются. Потом стики я тоже пробовала. Стики вообще мне не подходят. Ну, мне совершенно не нравятся. Много пробовала. Мне причем нравится запах алоэ, хлопок. Но в сочетании с моим потом запах становится кислый. Ну, то есть, не дезодорантов. Вот единственный вот этот дезодорант, сухость пудры, он реально работает. То есть, что я только не перепробовала. Случайно взяла вот такой дезодорант. Яркий букет. Я не заметила. То есть, вот этого вот сухость пудры не было. Был яркий букет. И, как бы, если бы два розовых было, я бы сразу как-то там чего-то обратила внимание. Но этого не было. Я схватила вот этот. Ну, запах мне не нравится. Это не мой запах, да? Как бы он мне... Но он не противный. Но что я хочу сказать. Я, когда пришла домой, я попробовала его. Ну, то есть, на следующий день, да? Ну, не работает он. Он, опять же, после вкусия, скажем так, когда немножко вспотеешь, кисловатый запах получается. Вот этот вот работает на отлично. То есть, сухость пудры, запах у него приятный. Он такой пудрово-сладковатый, что ли. Он реально классный. Так что, если кто хочет попробовать, вот рекомендую вот этот. Вот этот не рекомендую совершенно. Но хотя он неплохо пахнет. Этот вот работает. Перескочила я, конечно, на дезодорант, не закончив с лицом. Но вот сейчас покажу крем, который я использую на каждый день. Вот такой увлажняющий. Девочки, я не говорю сейчас про эстетическое удовольствие. То есть, для меня оно тоже очень важно. Было. Да, вот такой вот тюбик. Скромненький, но крем классный. Что он делает? Вот, прочитайте, что он делает. Я надеюсь, видно. Тусклый цвет, потерю плова, рукости, морщины, сухость. То есть, он классный. Он хорошо работает. Он быстро впитывается. Он не оставляет пленки на лице. Я вообще, я, ну, бюджетнее крема, вот, который работает хорошо, не видела. Если сравнивать, допустим, с L'Oreal, с Diademine, с Garnier. Это вот я сейчас просто вспоминаю, что у меня было до этого. Ну, и он же был. Я сравнивала. Вот этот крем вообще клевый. Я прямо его очень рекомендую для тех, у кого ограниченный бюджет. Девчонки, лучше что-то делать, что-то наносить на кожу, как-то ее увлажнять и питать, чем ничего не делать. Она скажет вам спасибо. Кожа. Я имею в виду вашу. Вот, вот попробуйте. Если не понравится, его не жалко будет выбросить. Ну, то есть, может, он кому-то не подойдет. Не вызывает ни аллергии, ничего. К нему же в дополнение у меня женьшеневый крем для век. Тоже классный, хорошо увлажняет. Девчонки, я рекомендую. Очень рекомендую. Это на лето вообще прямо классная тема. Во! Значит, следующий крем. Блин, он тоже очень бюджетный, но он тоже работает на отлично. Кто-то его знает, и я думаю, что любит, а кто не знает, советую попробовать. Крем для век. Лифтинг и питание. 100 рецептов красоты. Ну, понятно, что стоит он копейки. Кстати, для меня очень важно, чтобы носик был вот такой. Вот именно крем для век, когда ты его наносишь, да, он дозировано наносится, то есть, хоп, и замечательно. Единственное, что запах у него приятный, впитывается он хорошо. Эффекты лифтинга я особо не наблюдаю. Но то, что он питает здорово, вообще классно. Наверное, многие знают, что кремы, или крема, как правильно, кремы, ну, поправьте меня, питательные продукты какие-то, да, которые питают наши веки, вообще лицо, нужно наносить часа за два минимум до сна, чтобы с утра не было никаких отеков на лице. Этот можно нанести спокойно перед сном. Ну, вот прям, я не знаю, я говорю, я умылась, нанесла, легла спать, с утра все замечательно. А если не замечательно, я использую патчи. Вот, поэтому я его очень рекомендую, бюджетный, работает на отличном. То есть, лифтинга эффект, ну, наверное, я не вижу, ну, как бы, честно. А вот то, что питание, и он для любого возраста подходит, то есть, девочкам даже, начиная с 20 лет, я бы его спокойно рекомендовала. И опять же, лучше ухаживать за кожей раньше, чем позже. Я начала ухаживать за кожей, наверное, с 17. Чисто увлажняющими какими-то кремами там, то есть, даже, может быть, с 15. Потом забросила, а потом в институте хорошо прям ухаживала. Ну, а потом опять вот забросила. Но я всегда наношу что-то. Что-то, потому что кожа не должна быть сухой. Когда она сухая, когда ты улыбаешься, когда она растягивается. Сухая кожа, ну, сами представляете, и влаги не хватает, и ничего, еще и питание, как бы, у нас сейчас не особо хорошее. В общем, очень рекомендую. Попробуйте. Следующий крем. Ну, совсем-совсем меня внешне он никак не радует. Так что, извините, что я вам покажу тюбик такой. Но я им пользуюсь и хочу вам его показать и порекомендовать. Вот такой вот крем вечер для век и лица. Он, значит, что там с петрушкой? Я, честно, я уже не помню, он свободовский. Я его использую как маску, питательную маску. В общем, где-то раз в неделю, начиная вот с холодов, наверное, с сентября, когда уже так с конца сентября, с октября, когда уже холодно, кожа сухая становится, отопление дают. Я его использую раз в неделю. Да, вот он у меня в таком вот состоянии. По сроку он нормально, лежал он в холодильнике. Лето, да? Там, половина весны и летом. Ну, какой есть. Я умылась, лицо поскрабировала. Кстати, насчет скраба, сейчас скраб покажу. И жирным слоем нанесла вот этот крем на полчаса, на час, по-разному. Я могу в компьютере зависнуть, могу там что-то делать, ну, то есть, неважно на сколько. Остатки убрала салфеткой, но за два часа, минимум до сна. Остатки убрала салфеткой. Девочки, какая кожа становится после этого крема, это просто персик. Я вам клянусь, вот попробуйте. Я не знаю, может быть, это на мне так работает, и я сама себе внушила, что вот такая вот хрень, да, хорошо работает. Нет, я вам честно говорю, попробуйте, он стоит, по-моему, 20 рублей. Ну, не пожалеете, потом спокойно можно наносить его на руки, на ноги, на пятки, да куда угодно. Он жирный, хороший крем, причем он должен немножечко... А, вот, что я хотела сказать. Запах у него неприятный. Ну, то есть, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится, мне совершенно не нравится, но мне, знаете, какие запахи еще нравятся? Мне нравится, как герань пахнет, но мне не нравится, как этот крем пахнет. Хотя, на мой взгляд, герань хуже пахнет, если вот так сравнивать. Мне нравится, как пахнет хозяйственное мыло, как порошки пахнут. Но вот этот запах, короче говоря, запах не очень, ну, к нему быстро привыкаешь. Ты вот нанес, как-то он постоял, он не навязчивый, он неприятный изначально, а потом становится, в общем, девочки, вот этот крем очень рекомендую, попробуйте, как в качестве маски. Дальше, вот такой крем для рук, это бархатные ручки. Для рук я в основном всегда использую бархатные ручки. Вот это вот купила новый крем. Кстати, я бы не сказала, что он хороший. Обычно вот в таком кремовом тюбике, да, обычный комплексный, питательный, там какой-то, они все однотипные, но они лучше и пахнут приятнее. Чем вот этот вот крем? Ну, я их всегда беру по акции в районе, чтобы они были не дороже 35 рублей. Ничего, не могу сказать. Для рук я всегда использую бархатные ручки. Если его нет, тогда я использую. Сейчас покажу, что. Ту-ту-ту-ту-ту. Крем для ног. 100 рецептов красоты. Девчонки, наверное, все сразу, кто им пользуется, сразу, наверное, похвалят, потому что крем супер, супер крем. У меня один раз, вот летом, была такая проблема, я по даче бегала босиком, и у меня потрескались пятки. Земля сухая, в общем, потрескались пятки. Девочки, он работает вообще чуть ли не с первого раза. Ну, не чуть ли, а вообще классный крем. То есть, я не могу ничего плохого сказать, он у меня есть всегда, стоит он в районе, по-моему, 70 рублей, если со скидкой, то еще дешевле. Отличный крем, отличный. Вот кто не пробовал, вот прямо 100% попробуйте, вот прямо отвечаю, попробуйте. клеве крема для ног я никогда не видела. Я к чему говорю, за эту же цену, и не за эту же цену, и еще дороже я не видела лучше крема. Так что, я прямо очень-очень советую попробовать. Он смягчает, увлажняет, что он только не делает, ну, в общем, он хорошо работает. Классный, как будто реклама, да, чистая линия, но я реально от него в восторге. Я им же мажу руки, когда у меня нет для рук крема, да, закончился, а иногда просто, вот он у меня стоит, к примеру, на тумбочке, я его использую, когда ложусь спать. Он у меня стоит в комнате на тумбочке, а для рук стоит в ванной. Или просто в комнате. Ну, если я уже легла, я могу руки спокойно им помазать. Вообще, хороший крем. Так что, обратите внимание, вот с тыквой, он такой один, лучше крема я не находила для ног. Сейчас я покажу крем, который вообще взаимозаменяемый крем для всего, чего угодно. Для всего, чего угодно. Для рук, для ног, для лица. Когда, вот знаете, бывает, ноги шелушатся зимой. Вот ты помажешь прямо вообще замечательно. Прямо все шелушение проходит. Это у кого очень сухая кожа. Я колготки не ношу, я ношу только штаны. Когда трутся штаны об кожу, кожа очень сухая становится. Она и так сухая, и то было даже трескалось. И вот этот крем меня выручает прямо на 100%. После бритья, если где-то... А, кстати, опрелости. Ну, у нас у детей никогда не было опрелостей. Ну, вот знаете, бывает, ребенок покакал. Ну, извините, что так откровенно. Ребенок покакал где-то на улице. Ну, вот мы только вышли, он покакал на улице, а мы уже как бы до дома, от дома отошли. И он гуляет, ну, блин, с этими какашками. Приходишь, попа красная, она просто красная, как бы ничего больше нет от именно какашек. Сейчас кто-то скажет, можно было переобъемить. Да можно все, что угодно можно. Вот. Помажешь этим кремом, вообще все снимает, прямо как рукой снимает. И еще, когда вот какая-нибудь сыпь, аллергия на что-то у детей, кожа сухая, все равно вот, когда обсыпи чем-то, кожа сухая, шершавая, чешется она у них же, правильно? Вот. И для детей я использую этот же крем. И к нам пришла врач, в общем, врач меня полностью поддержала. Она сама сказала об этом, я ей показываю вот этот крем, она говорит, да, вот этот. Все. И у меня муж теперь этот крем тоже, как у него чего-то где-то там, как чего-то царапина, он сразу этим кремом. У меня это не Бора Плюс. Вот такой крем после брития. Свободовский крем. Раньше он стоил рублей 11, сейчас в районе, по-моему, 40 рублей. Девочки. Рекомендую иметь в каждом доме. Вот. Не пахнет, пахнет неприятно. Вообще, вот то, что вот этот вот с петрушкой, свободовский крем, да, он даже лучше пахнет, чем вот этот вот. Но, это классный крем, то есть и для ног, вот опять же, если у меня нет для ног крема, ну не купила. Вот этот у нас есть всегда. Вот он уже заканчивается, нужно будет купить. Рекомендую. И сейчас хочу показать скраб для лица и для тела. Раньше я покупала, что там, чисто линия, да, с персиком, с малиной. Кому, что больше нравилось, я покупала и тот, и тот, неоднократно, причем не больше, мне не больше персик нравится, чем малина, а одинаково как-то. Сейчас я уже давно использую. Это уже сваренный, выпитый кофе. То есть или же можно купить самый, самый дешевый, простой кофе и использовать его. Девочки, очищает, скрабирует гораздо лучше, чем скрабы, которые в магазине. Я намылилась там, гелем для душа, насыпала на руку этот скраб, растерла, по всему, все, все замечательно, кожа скрипит. В общем, вот такие у меня были уходовые средства. Если вам понравилось, ставьте лайк, берите на заметку, комментируйте, порекомендуйте мне, может быть, какой-то шампунь или лосьон. Ну все, на этом я заканчиваю. Всем спасибо, всем пока!